Добрый день дорогие друзья! Давайте вновь полюбуемся на прекрасных львов Тайгана, которые действительно завоевали сердца многих и зрителей, и посетителей парка. Впрочем, посетители парка и зрители это фактически одна и та же категория, потому что сам зачастую в парке встречал тех, кто смотрит наши ролики. Они обязательно стараются приехать в парк. Ну а кто не может приехать, те все равно мысленно с нами. И вот сейчас в таких вот обзорных прогулках тоже наверняка представляете себя, что это вы идете по мосткам и любуетесь этими замечательными львами. Кстати друзья, недавно в Германии, вот буквально на днях разразился такой вот интересный случай, не знаю как его назвать, инцидент или еще как-то. Но факт тот, что засняли на видео и неизвестный зверь. И многие стали спорить, то ли это львица, то ли это дикий кабан. Ну и в итоге все-таки все всполошились, но эксперты сказали, что все-таки это был дикий кабан. Потому что у львицы спина более такая, в такой позик, в который его засняли, более прогнутая, а там была прямая. Ну и действительно, откуда взяться львицы на просторах Германии. Хотя вот знаете, я вспоминаю часто, сейчас вот как-то уже года три не слышно, а раньше практически каждый год по социальным сетям, группам в Крыму запускали утку такую, что видели львов, сбежавших с Тайгана. Один раз вообще такое громкое было, разошлось, этот фейк разошелся буквально по всем группам в крымском сегменте соцсетей, что возле судака видели льва, якобы не единожды. И мол, этот лев каким-то образом убежал из Тайгана. Ну в общем, ситуация, конечно, больше похожа на анекдот, но люди поддаются зачастую, чем такой фейк более, как говорится, нелепый, тем почему-то больше на него люди ведутся. И тогда многие даже боялись, говорили, нет, нет, мы, мол, не будем в лес заходить в окрестностях судака, потому что там бродит лев. Ну понятно, что никто никогда не сбегал, особенно львы из Тайгана, и с этим делом все очень четко, двойное ограждение, они попросту не могут выйти из парка. Что ж, друзья, всем мира и добра!